Имеют ли право заключенные быть частью российской армии? Нет, я не согласна. Если из-за убийства сидят, не будут ли они расстреливать своих же там? Зачем им руки оружия давать? В армии не место насильникам, убийцам, грабителям и прочим личностям. Ну, они осуждены, то есть они уже приступали закон, им дают в руки оружие. Ну, очевидно же, нет. Люди, осужденные за тяжкие преступления, имеют право только для отбытия наказания назначенным судом. Служение в армии, это не является наказанием за преступление, это является способом какого-то искупления мифического. Ну, они же тоже люди. Все совершают ошибки, что его делать. Бывает. Ни в какой стране, мне кажется, это не должно быть нормально, потому что если человек оказался в тюрьме, это не просто так, это должно быть. Ну, смотрю, по какой статье они осуждены. Там разные люди. Ну, может быть, какая-то часть из них, да. Да. Если у него нарушение, например, он там за аварию сидит, или либо там, то я считаю, что да, пускай займет место нашей армии. А за какие, на ваш взгляд? А если за тяжкие, за убийства нет. Ну, стоит. А почему? Да в смысле, почему? Они же за тяжкие преступления сели. Ну, это отброс общества. Если им свободу потом дают, то это бред. Этого нельзя сделать. Могут ли они рассчитывать, на ваш взгляд, на какое-то оправдание, помилование и так далее? Вообще, такие люди не должны оказываться там, и уж тем более не должно быть такого, что после, не дай бог, возвращения, и вообще всего, что происходит, они еще и получали амнистию. Это какое-нибудь убийство, там, или изнасилование, или еще что-нибудь, и этого человека выпускают на улицу гулять. Так быть не должно ни в коем случае. Конечно, в чем нет? Если отправили, почему нет? Все зависит от преступления, на самом деле, от срока, который они получили. Нельзя так однозначно-то сказать. Кого-то, может быть, осудили там на 25 лет за, там, не знаю, за серийное убийство. Какое он мне амнистию за то, что он сходит на три месяца туда? Ну, если он останется жив, и за заслуги, за какие-то, может быть, ему и можно какое-то поощрение сделать. Зачем на это давать им право, если они просто обязаны отбыть свой срок наказания? В какой-то степени можно их будет оправдать? Если они едут в зону боевых действий, чтобы Родину защищать, то это их дело, конечно. Это я приветствую. Но если они рассчитывают на дальнейшую свободу, то я против этого. Как думаете, почему когда-то власти вообще ввели такой запрет? Я знаю только один пример истории. Это когда была Великая Отечественная война. Ну, тогда понесла большие потери наша великая держава. Но сегодня, я думаю, мы можем от этого уйти. Они могут принести нездоровую среду. Начнется та же самая дедовщина, устанавливать какие-то свои воровские порядки и законы. Это тоже не должно быть. Они, наверное, и подели, чтобы они там не творили безобразие. Не зря же их все-таки осудили. Мне все равно, кто нам будет помогать, но мы должны победить. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok